Я вас приветствую на канале Степан Холера, мы продолжаем играть в фермер-симулятор 17. Я буквально сегодня целый день ездил на тракторе и прессовал силос, здесь у нас 127 тонн его будет. И осталось тут буквально немножко, и мы пойдем отдыхать. Ну как отдыхать? Как известно, что смена вида деятельности это тоже отдых. И приходил вот буквально недавно дед Панас наш с вами знакомый, и он говорит, что нужно к нему прийти. Он просил, говорит, внучек, не мог бы ты после работы заскочить ко мне и помочь тут по хозяйству? Ну как я могу ему отказать? Вот если он нам задешево продал улья, если он нам помогает там с этими ульями и с пчелами, конечно мы придем и сейчас ему поможем. А суть помощи в том, что нужно спилить там несколько деревьев, говорит, они уже старые там возле дома стоят и как бы я боюсь, как бы они там не завалились и крышу не разломали. После работы приди там, это же тебе не сложно. Ну я уже не стал говорить о том, что и так целый день работал, что с утра в 5 часов встал и на поле работали, и на лугах работали. Конечно я говорю, приду, конечно. Вот поэтому мы сейчас с вами идем туда. Давайте смотреть. У нас 100%. Просто супер. 100%, 127, 904. И погнали. Погнали, пока не поздно, потому что, ну вы видите, да, у нас уже вечереет. Я, ну я не думал, что я так долго здесь буду возиться, честно говоря. Вот, поэтому поехали, по-быстрому сделаем, потому что в темноте оно как-то не очень интересно будет работать. Да и опять-таки, дерево может упасть куда-то, где-то что-то не досмотришь. Да и вообще, дедушка, наверное, заждался уже. Так, и сразу же, я так думаю, что сразу мы и попробуем продать. Если там все будет открыто, то мы продадим, потому что деньги нам нужны. Я уже договорился по поводу того, чтобы приобрести такой необходимый нам тюковщик. Он стоит, по-моему, там то ли 6, то ли 8 тысяч, но это еще сами продавцы не знают, потому что они сказали, ну привезем, в каком виде там, где достанем, там и привезем. Ты просил не очень дорогой, хорошо, сделаем. Потому что дорогие хоть сейчас ты можешь взять за 50 тысяч, но откуда такие деньги? Ну а дешевый нам придется этот, побегать, поискать еще где, хоржавый какой-нибудь. В общем, хорошо. Но для этого нам нужно будет подзаработать. Хоть немножко. Тысяч хотя бы 5, 7. Ну, 7, то, наверное, слишком. Ну хотя бы тысяч, 2, 3, ладно уже. Хотя бы 2-3 тысячи. Вот, короче говоря, сказал дедушка, что, говорит, ты можешь вот эти вот спилить. Вот они тут, вот эту старую точно можешь спилить, эту на твое усмотрение. Но тут реально, смотрите, тут пилить особо и нечего. Вот. И здесь, вот, говорит, стоит она возле забора, она уже шатается и вот-вот упадет и завалит тут вот этот вот барбекю. Тут вот внуки приезжают иногда. Ну, в общем, да. То, наверное, я поторопился сказать, что у нас будет много заработка. Но хотя бы хоть сколько, да. Тем более, что это помощь дедуле. И дедуля потом нас не забудет. В общем, погнали. Погнали, пока совсем уже вообще не стемнело. Единственное, что я, наверное, сейчас трактор поставлю все-таки, чтобы как-то светлее. Фары включим. Пускай он работает и подсвечивает нам. Вот так вот как-то. Во. Правда, здесь тоже, смотрите, да, фонарь есть светодиодный стоит, суперновый, навороченный. Пониже попробуем. Чтоб дедуля не цеплялся потом через пеньки. Ну, примерно так. Так, непонятно, то ли я его срезал, то нет. То ли нет, по-моему, должен был бы срезать. Ну, что-то. Наверное, трухлое совсем уже, да, смотрите. Его сколько не режь, оно тут уже как-то, не знаю, вросло в землю. Раскорячилось и стоит. Не туда его и не сюда. Он вообще будет падать? Думает, падать или нет? Вот это и какое странное какое-то, да? Странный этот. По-моему, это дуб. Невероятный просто. Может, его подтолкнуть? Ну, давайте попробуем, а вдруг. Вдруг оно уже спилено, просто его нужно ткнуть немножко. Сомнительно, конечно. Да какой там ткнуть? Его тут пилить, да пилить еще. Может быть, придется его частями вообще срезать. Вот не напрасно все-таки дедуля пришел, попросил, да? Видим, что он реально сам не справится. Но тут, смотрите, тут какой-то, да, этот, какой-то баг, по-моему. Потому что появляется вот в непонятном месте что-то. Что здесь резать? По-моему, задачу дед непосильную задал нам. Явно что-то с деревом тут не то. Скажем, ну, не получилось, дед. Оно еще тебя перестоит и меня перестоит. Это дерево. Ладно. Давайте не будем. Давайте мы пока хотя бы то, которое на забор будет падать. Или собирается падать. Это ладно, оставим. На потом. Уже реально темно, смотрите, да? 11, 10 часов. Начало 11. По-моему, такое же самое, да? Как бы не это. Ну, давайте посмотрим. Не, тут уже, тут явно получше, смотрите, да? Тут явно получше. Трактор по всему дереву идет. По периметру срез. Во. Ну, это же совсем другое дело. Как раз на трактор то, что нужно. Если бы еще прицеп упал. Ну почти, можно, смотрите, порезать Частично в прицеп Классно Так, я уже Нифига не вижу без этого Без фонаря Как бы нам не до утра тут возиться Людей пугать среди ночи Бензопилой В общем, все, что не делается, все к лучшему Хорошо, что мы то не завалили, потому что реально мы не успеем Не успели бы все это порезать и погрузить А завтра с днем или с утра Можно подойти, посмотреть, может оно реально там уже несрезаемое такое От рухлявы до такой степени, что нет смысла с ним вообще возиться Все может быть К сожалению, нету большой силы в руках, чтобы схватил пол бревна И прицеп Так, ну вроде бы как Вроде бы как этот, да По-моему, это слишком большой, не? Да, это я этот Пере... Наверное Переизбытка силы Такое большое Собрался погрузить Ну хорошо, мы его порежем еще Трактор куда-то светит Но, по-моему, светит немножко не туда Ну, по крайней мере, на фоне неба, да, бревно видно Вот, и еще одно Один кусочек По-моему, не выпало, нет? Я же забыл, что у меня этот, на лбу, этот фонарь горит Светодиодный Вполне можем работать Не нужно в руках держать Китайские эти, знаете, такое Сбруя на голову одевается И фонарик Светит Хоть всю ночь работай Было бы желание большое Так, ну здесь придется немножко резнуть таким Вот, и кто угадает Сколько же мы заработаем Я думаю, что долларов 500 Или евро 500 По-моему, неплохо, да? На тебе, внучек, 500 евро за то, что ты Спилил дерево Так, хорошо И здесь нельзя ли нам проехать Чтобы очень сильно не объезжать Вот, к сожалению, сюда никак не проедешь Здесь щипа Тут этот станок А с этой стороны, по-моему, да Тут вообще ограда Сараи Какие-то стоят Да, никак Пробежать еще можно Но проехать, к сожалению, нельзя Ладно, хорошо Объедем сейчас Самое главное, чтобы бревна наши не выпали А у них, мы с вами знаем, есть такая Тенденция к выпадению Поэтому потихоньку, потихоньку Не въехать в реку Уже этот, устал настолько, что уже руки дрожат От целого дня работы Ну, с пяти утра мы с вами Как засели За баранку Так и И Заканчиваем 23-22 Я уже Сосыпаюсь за рулем Буквально А никто не говорил, что будет легко Да, это же сельский труд Он никак не легкий Все Ну, пятьсот-то я загнул, наверное Да, триста Четыреста Чем-то Ну, тоже неплохо Нормально Шестьдесят Четыреста Да, плюс там Пчелки наши дают Вот уже, смотрите, да Было Четыре семьсот По-моему Или сколько сегодня После всех выплат и вычетов И теперь вот уже Шесть Ну, я так думаю, что тысяч до восьми Нам нужно дособирать Каким-то образом Может быть, где-то По селу поездим У кого там еще где-то Дерево нужно спилить Может быть, вот это Удастся все-таки срезать Кто его знает Вот оно Что-то тут явно С ним не то С этим деревом Давайте поставим Поставим трактор Так, наверное, свет тоже Свет тоже вырублю А здесь во лбу Врублю И все Пошли спать Я уже Иначе Сейчас этот Под прицеп Залезу И просто под прицепом Буду Ночевать Все люди Уже спят В селе Смотрите Ни одного Огонька Нету Даже Пес Не загавкает Тишина Только этот Пацан Возвращается С дискотек На родительских Автомобилях Темень Еще, по-моему Завтра дождь будет Или что-то такое Дед Этот Дед по нас Говорит Да что там Ногу крутит Лето Дни теперь Длинные Теплые Пришло время Запасать сено И следить за тем Чтобы рос урожай Хорошо Вот, смотрите Доходы от недвижимости 930 Копили Копили Накопили Ну, по крайней мере Почти Да, почти В плюсе Мы еще немножко Если Улев поставим То будем Полностью Плюсе И Даже Возможно Понемножку Будем накапливать Серко Спит Куры Спят Где упали Там и лежат Ну, хорошо Хорошо Был бы сеновал Я бы тоже Сейчас на сеновал Залез И тоже бы Там отдохнул Немножко Но Сеновала Нету Поэтому Придется Там где-то На раскладушке Отдыхать Встретимся Уже лето Настало Да Уже лето И реально Нужно уже думать О том Чтобы и сено Потом собирать И соломы Собирать И тюковщик Нам нужен Да и много Чего нужно Вот Завтра Накроем силосом Я закуплю пленки В магазин Съездим Все это Закроем Будем ждать Когда сила созреет Будем продавать его И зарабатывать Еще больше Я на этом буду С вами прощаться Всем спасибо За внимание Всем удачи И до следующих встреч До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует